Тут можно рассматривать и различные ситуации, связанные со страхом, отвержением, то есть боязнь быть отвергнутым. Меня не примут, меня не любят. Это касается даже самого раннего детского родития, когда родитель не распознает потребности ребенка, не структурирует эти потребности. И тогда впоследствии ребенок сам не может структурировать свои потребности, распознавать, удовлетворять их адекватно. Тогда сам ребенок вырастает как личность с нарушенной идентичностью. Ну и вот еще один пример, опять-таки человек в теплых ботинках тоже. Там такой, я бы сказал, шизоидный отец, замкнутый и в то же время также агрессивный. Человек в теплых ботинках. То есть человек, который летом в теплых ботинках. Ну и понятное дело, что там тоже шизоидная конституция. То есть шизоидная личностная организация, такой странный. Внешне немножко странный, стесняется своего тела. Приходит в жару в 25-30 градусов не просто в рубашке, а еще и в курточке такой легкой. Потому что трудно раскрыться. Шизоиду трудно раскрыться. Причем во всех отношениях. Он как еж, который свой животик прятал где-то глубоко под иголками. А как сказала одна моя клиентка, иголки вырастают или шипы вырастают там, где сначала были раны. И почему ты в теплых ботинках летом, почему ты не можешь, имея деньги, купить себе красивую обувь, какие-нибудь хорошие джинсы. Ну что-нибудь такое, в чем тебе самому будет комфортно. Ведь такой человек, когда пойдет в магазин покупать, будет испытывать колоссальный стыд. Как будто бы на него все смотрят. Как будто бы он недостоин здесь находиться, вообще недостоин. Кто я такой, чтобы сюда зайти? Чтобы мерить эту одежду, да еще и коммуницировать с консультантами. Кто я такой? Как много таких людей. И вот ответ. Я хожу в этих ботинках, чтобы на меня не обратили внимания. Забавно получается, да? Потому что, естественно, только на него все и смотрят. В жару 30 градусную. Если он в зимних ботинках летом идет. Ему кажется, что он пытается таким образом скрыться от взгляда толпы. А в действительности получается наоборот. И так часто получается у шизоида, у человека со странностями, с каким-то таким чудаковатым поведением, с чудаковатой внешностью. Он-то чудаковат, потому что он хочет закрыться. И до него нужно донести, что это выглядит еще более странно, чем если бы ты был одет по погоде. И этот клиент очень вежливый. Он, когда приходил, он так вот здоровался таким тихим, вежливым голосом. Когда я у него что-то спрашиваю, там, открыть окно, закрыть окно. Нет, 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 что вы, что вы, что вы. Что в порядке, все хорошо. Нет, нет, все в порядке. Такое самоустранение из актуальной ситуации. Самоустранение. По сути дела, самоустранение из социальных отношений. Я не здесь, меня вообще здесь нет. Внутри бурлит амбициозность, честолюбие и агрессия. И у человека фактически даже такая, ну я бы сказал, мышечная маска, вот такой панцир на лице. Он ощущает, и это даже мне передается. Я знаю это ощущение, когда работаешь с шизоидной личностью. Ты сам можешь начать ощущать, вот ощущение напряжения мышц лица. Почему это происходит? Потому что человек пытается обрасти этой коростой. Лишь бы туда внутрь не проникли. У него даже может лицо болеть после этого. И это может даже ощущаться извне в коммуникации. Так вот, там внутри бурлит амбициозность, честолюбие, агрессия. Те самые чувства, которые подавлены, и те самые тенденции, которые подавлены, глубоко скрыты. Потому что агрессия по отношению к кому? Если бы вы знали, как он нарисовал фигуру своего отца. Это такая черная тень без лица и без глаз. Пойдем дальше. Ну и конечно страх быть отвергнутым опять-таки. И страх конкуренции. Потому что если я себя предъявлю, если я, скажем так, скажу, что я тоже имею право здесь быть, то меня же стукнут по голове. И стукнут так, что дай Боже. Вот и другой пример. Девушка, не принимающая подарки. Опять-таки, таких девушек на самом деле много. Есть люди, которым трудно принимать подарки. Есть люди, которым трудно принимать помощь. И вот действительно, мы с ней окруждаем. Почему-то ее молодой человек, вот что бы он ей не подарил, ей все равно не понравится. Что бы он ей не подарил, все равно вот что-то не то. И она в глазах других людей, ну такая недотрога, такая вот какая-то эгоистичная, такая вот ей не угодишь и так далее. Вот даже сам любимый человек, не тот для нее всегда. Что бы он не сделал, все не то. Но что за этим стоит? Вот если чуть-чуть копнуть, ты почему подарки не принимаешь? Прежде чем ответить на этот вопрос, я обращу ваше внимание на то, что здесь на слайде также указано. Возврат покупок. Вот я купила себе какую-то вещь, а потом я думаю, ну вот что-то не то, а зачем она мне нужна? А, и как-то не так она на мне сидит, и вообще я в ней некрасивая, или эта самая вещь какая-то некрасивая, или сумка некрасивая, и все остальное. И пойду-ка я лучше сдам это обратно. За этим, конечно, скрывается глубокое ощущение неполноценности. Ведь принять подарок и принять помощь и позволить самой себе сделать что-то себе приятное, может тот, кто себя уважает, кто себя любит. Для кого этот подарок не будет идиотизмом таким, как вот, когда ты пришел в магазин и думаешь, а кто я такой, чтобы здесь находиться вообще? Я же не достоин всего этого. Я же ничтожество. Как они на меня смотрят? Кто я такой? Это тоже следствие отвержения или отвергания ребенка значимой фигурой, родителями. Это тоже следствие неправильного воспитания. В данном случае это такие нарциссические моменты. О нарциссизме в принципе у нас есть отдельный вебинар, который периодически будет повторяться. Это отдельная очень интересная тема, поэтому я всех приглашаю, тех, кто этого не слышал. Но смысл в том, что ребенка обесценивали, его потребности обесценивали и он поэтому склонен полагаться не на внутренние какие-то опоры, которые у него просто не сформированы, а на внешние. То есть на какие-то внешние критерии, на внешнюю оценку, но сам себе не доверяет. И поэтому принять подарок тоже это равносильно какой-то катастрофе. Принять подарок значит открыться, значит оказаться с партнером на равных или даже может быть чуть-чуть ниже, если ты принимаешь подарок или принимаешь помощь. А как можно оказаться на равных или тем более ниже? Это же так стыдно! И там в глубине этот огромнейший стыд. Стыд. Вот стыд у нарцисса, стыд по-своему и у шизоида, который в теплых ботинках, которому стыдно за то, что он есть вообще. Вина, стыд. Вот это такие глубокие чувства, которые формируются у детей, которых отвергали родители, и у детей, по отношению в котором родители проявляют агрессию.